Казанский федеральный университет сейчас дает самую широкую в России вариативность получения учительской профессии педагогических вузов как таковых практически в мире нет нет этого явления и сейчас и у нас задумались в России что человек если он хочет стать учителем он должен иметь разные пути вхождения в профессию после окончания например классической физики получается или химии и так далее что делать было достаточно сложно поэтому Казанский федеральный университет вот сейчас я не преувеличиваю если кто-то хочет со мной поспорить может мне возразить и меня очень легко найти наше здание располагается на улице Мартына Межловка дом 1 и кабинет директора находится прямо около входа добро пожаловать мы можем вам все это объяснить отдельно сказать и про национальное образование тема которая тоже сейчас очень и очень актуальна и вот мы обладаем такой инфраструктурой во-первых мы имеем несколько входов в учительскую профессию несколько треков сейчас не случайно когда началась реализация программы модернизации педагогического образования на первом этапе Казанский федеральный университет разрабатывал три проекта из двадцати трех это четырнадцать процентов примерно объема работ а педвузов в вузах которые готовы учили в России более ста да получается а сейчас мы один проект из восьми реализуем это тоже примерно 12 процентов от объема работ по России связанных с разработкой новых технологий новых методик новых стандартов педагогического образования и вот это далее мы имеем две собственные школы два лицея причем когда беседуем с коллегами мы имеем базовые школы базовую школу у нас более сотни а мы имеем две школы которые являются настоящими университетскими где университет определяет политику их развития и вы прекрасно знаете какие они результаты показали в этом году лучшие школы татарастана я думаю и лицей лобачевского который уже зарекомендовал себя и эти лицеи они станут на ноги да мы имеем в структуре казанского федерального университета собственный центр повышения квалификации учителей где ежегодно обучается более 7000 студентов и у нас есть реальная система life learning то что сейчас реализуется система образования в течение всей жизни к сожалению в других регионах нам завидуют черно-белой завистью коллеги из других регионов потому что везде есть институты развития образования которые занимаются повышением квалификации учителей что это за структуры структуры которые как правило не имеют собственных кадр которые основываются на наемном труде да у нас же все свои да все свои преподаватели и поэтому когда мы имеем такую структуру мы имеем возможность сопровождать учителя в течение всей жизни мы имеем планетарий мы имеем различные детские лагеря где проводится да и вот это как раз таки ну возвращаясь к началу самого нашего разговора то что недоступно простому педагогическому вузу плоды синергии да 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 это было бы невозможно конечно а вы говорили про треки к входу в профессию педагогическую расскажите о них подробнее что что это за треки треки во-первых казанский федеральный университет имеет все уровни педагогического образования первый трек это традиционный педагогический бакалавриат второй трек это педагогическая магистратура то что мы сейчас имеем третий трек это профессиональная переподготовка вот на которую как раз таки сейчас мы делаем и очень большую ставку по разным подсчетам от 60 даже до 80 процентов молодых людей ошибаются с выбором профессии вот я бы к вам хотел обратиться кто вы по профессии какое образование вы получили я получил образование экономист экономиста а сейчас основная специальность у вас журналистика экономической журналистика но вам еще повезло но ведь очень много людей не работает по первой специальности и как мы можем это определить может ли ребенок то есть молодой человек 17 летним 18 летнем возрасте сделать правильный выбор он ну это мало реально так мы должны создать возможность чтобы он имел возможность перейти если на каком-то этапе понял поступив например на классическую химику химию понимая что он не будет там ученым да что это не его чтобы он имел возможность перейти в педагогику и получить здесь профессию и вот педагогическом вузе у них ведь нет классической составляющей и этот трек не нужен а мы имея к фу обучается почти 45 тысяч студентов да мы ведь это огромная масса если даже 50 из них ежегодно будут приходить в учительскую профессию причем осознанно будут приходить это ведь не для времяпровождения они выбирают они платят за эту профессиональную переподготовку кстати это одна это годичная модель популярная великобритании они получают профессию приходит школу а в школе вы сейчас знаете что несмотря на все усилия все равно дефицит кадров в той или иной степени присутствует раз есть и возрастные противоречия перекосы да которые есть в среди педагогов школ вообще республики причем если не нужно каким-то образом конкретизировать проблемы с подготовкой учителей проблемы с вообще наличием учителей они существуют практически в любой стране мира даже в германии сейчас началась реформа педагогического подготовки учителей у них нет педагогического образования потому что в некоторых землях например мы недавно были в саксонии да у них катастрофическая нехватка учителей и они теперь ищут как можно быстро и эффективно подготовить учителя для того чтобы закрыть те пробелы которые имеются я бы хотел сказать еще об одном моменте о том как нам начали поворачиваться зарубежные партнеры у нас сейчас очень много контакт очень много приглашений вот я сказал о германии они сейчас реализуют реформу буквально через там полтора месяца мы выезжаем целая группа преподавателей в германию качестве экспертов по реализации их концепции модернизации процесса подготовки учителей я может быть это и не такое какое там там знаменательное событие но коллеги из германии оплачивают наш проезд проживание нам платят за нашу работу это дрездене и в марбурге и ну я думаю сам факт что нас приглашают и нам оплачивают наш труд тоже какой-то но показатель того наверное интересы к тому что мы делаем еще один важный фактор это вообще я думаю для нас такое знаменательное событие вы знаете когда педагогические вузы были присоединены к федеральным университету ведь и в самом федеральном университете это было воспринято неоднозначно существует своеобразное такое ну деление да получается есть там выдающиеся ученые это физики химики там медики биологи а есть гуманитарии есть еще педагоги получается я прекрасно помню одно из первых таких крупных собраний когда профессор физик встал и обращаясь к ректору чуга сказал вы превращаете нас в пидон да получается да на что ректор ему ответил получается и кстати на кстати в этом плане очень повезло я считаю педагогом да потому что научный преподавательский путь нашего ректора начался должности ассистента кафедры общей физики и лаборского государственного педагогического института поэтому проблема педагогического образования он знает и он ответил этому профессору я не знаю уважаемый профессор будет ли заказ на вашу программу ближайшем будущем на подготовку учителей заказ будет всегда это в этом наша социальная миссия поэтому вот мы за эти годы смогли немножко изменить отношение и статус к педагогике да и к образовательной составляющей помимо педагогического образования у нас есть есть масса проектов связанные с аудитом коррекцией улучшением образовательного прогресс процесса высшей школе я вот не поверите на у меня есть группа преподавателей которые занимаются аудитом образовательного процесса с точки зрения технологии обучения владения аудитории психологических знаний даже поведение педагога да у них очень интересная методика и они приходят в аудиторию анализируют педагога чем он занимается может ли он удержать во внимание студентов один наблюдает из экспертов за преподавателем пользуется ли он современными техническими средствами да вообще о чем он рассказывает соблюдает ли он план лекции да потому что ведь но моем понимании вот лекция должна включать определенный набор дидактических единиц содержания да получается да и как каждое отвечение от сути да это потерянное время которые это не выданные здания знания студента они анализируют второй преподаватель эксперт анализирует студентов чем они занимаются ведь педагог не только должен прийти и отчитать свою лекцию там я не говорю хорошо или плохо он должен ведь обладать психологическими знаниями как вовлечь в этот процесс как даже приструнить того студента который сидит там на задней партии и не занимается вот это компонента ты к это компонента в классическом университете нет понимаете потому что преподаватели считают на мой взгляд учить можно так как я могу а как они учатся вот я со многими коллегами общаюсь вот тебя не учили вас не учили говорю вас не учили преподавать вы уже не имеете педагогическое знание как я гря скажу вам как вы копируете одного из лучших преподавателей который учил вас на говорит да да а он копировал того да но ведь с точки зрения технологий знания человеке наука ушла намного вперед и вот сейчас эта группа проводит такой аудит работу у этой группы расписано на три года вперед причем то хоз договорная группа до института заказывают вот эту программу аудита после этой программу аудита когда практически это очень такая корректная информация о каждом преподавателе интересная для прежде всего для администрации да то есть как он работает после этого вы даются в очень вежливой форме рекомендации какие курсы повышения квалификации ему нужно пройти на чего ему не хватает да получается может ему не хватает курса по риторике может чего-то другого да и после этого они проводят курсы повышения квалификации институты платят вот за и ректора теперь мы начали это с высшая школа информационных технологий да сейчас это идет уже процесс пошел уже по другим институтам которые просто-напросто терзают меня и вот я отвлекся от мысли о том что мы смогли доказать свою нужность для казанского федерального университета педагогии с точки зрения сопровождения образовательного процесса и с точки зрения педагогического образования поэтому в этом году произошло знаменательное событие для нас педагогическое образование стало одним из приоритетов развития кфу в 2016 году и наш проект учитель 21 века он прошел через конкурсный отбор международного совета программы 5 100 поэтому мы реализуем сейчас новый проект и очень важно и вот как показатель когда мы стали списываться искать лидеров этого проекта а его главные условия найти мирового лидера в этой области который бы руководил этим проектом и передавал свои знания уже нам здесь да получается идеология там такова мы стали сказать лидеров да и руководителем проекта согласился стать профессор университета почетный профессор университета на другой проект мы сейчас обратились помимо педагогического образования еще к одной важной теме она связана она актуальнейшая тема адаптации детей мигрантов мусульман прежде всего причем мигрантами занимается и высшая школа экономики у нас есть признанные лидеры научные да а педагогической составляющей этим пока не занимается никто а учителей ведь к этому нужно готовить вы знаете мы поражаемся учить ну невежеству отдельных учителей в этой области начиная с незнания например религии другого народа там она может там варьироваться да там учитель там христианин он не знает какие-то основы ислама до основные а учитель мусульманин допустим там не знает или учить атеист да получается то есть это это крайне важная необходимая работа на перспективу мы ведь пока привыкли что-то татарстан вообще ну честно говоря такой оазис да азис межкультурного взаимодействия понимания и так далее да но ведь есть и настораживающие явления поэтому мы стали развивать этот проект мы нашли на то есть познакомились с диной бирман это редактор ну топового журнала по мультикультурным отношениям на работает в университете майами у нее очень высокий для гуманитариев хирш 16 да то есть получается это очень крупный ученый который именно специализируется на детях мигрантов мусульманах и внутри месяца не вели переговоры и только когда мы с ней пообщались по скайпу да мы смогли ее убедить и она ведь целый грамотно обсудил наши публикации чем мы занимаемся да получит какова репутация насколько мы интерес кого у нас ну эмпирическая составляющая дать для исследования и вот назад она отказала высшей школе экономики быть приглашенным профессором нам она дал согласие буквально через два месяца на прижать нами начнет работать и но возглавил лабораторию которая будет заниматься исследованием этих процессов здесь но нам нужны опять-таки методики как это происходит для примера я вот полтора года назад был в глазгу нас возили в школу где локализованы пакистанские дети 95 процентов пакистанские детей показывали как там особое достижение там как они работают а в моем понимании это было гетто и просто там локализовали там так далее поэтому в америке вы тоже прекрасно знаете проблем это непростые да вот европа особенно когда как их сопоставить как этот же исследование мы ведем с техническим университетом дрезден с их центром по миграционным процессам к нам с нами идут на контакт и вот вы знаете не и анмен то не дина пирмен там буквально недавно коллега из университета колледж ов даблин дал согласие отручить да вы знаете они бы не дали согласия сотрудничать с тем вузом который был бы их не интересен и каким-то образом мог их наверное опорочить понимаете и это вот ну а потому что ту репутацию который зарабатывает до них достаточно важно я честно скажу что не у нас будут получать не такие большие деньги по западным меркам это небольшая для них сумма но они дали согласия нами вот причем настолько конкретные пунктуально когда мы с ними переписываемся что вы хотите какую проблему как тогда чем я могу быть полезен для вас да и вот это я думаю как раз таки ответ да вот на то очернительство до полу да на тут но наверное на банальную зависть получается который существует в отношении казанского федерального университета поэтому я пользуюсь возможностью хочу пригласить тех кто в это не верит в наш институт психологии образования где вы будете иметь возможность встретиться с преподавателями это касается и проблем национального образования поэтому наверное лучше один раз увидеть чем сто раз услышать буквально через полтора месяца мы завершаем ремонт нашего старинного здания на улице межлоук 1 все казанцы помнят это здание да и вы наверное помните что таком она состоянии было несколько лет назад когда я пришел это здание бежали потолки провисал пол на получается на первом этаже была плесень на стенах да то я считаю что в таком вузе наверное и духа быть хорошего не может понимать не может быть хорошего настроя да и вот через полтора месяца у нас завершаются очередной этап ремонтных работ мы будем открывать центр педагогической магистратуры это тоже одно из наших новшеств потому что мы будем готовить новых магистрантов поэтому информация будет на сайте мы приглашаем на эти события и я думаю студенты которые учатся у нас они не пожалеют о том что они выбрали казанский федеральный университет и институт психологии образования и еще один аргумент вы знаете вот есть очень важный критерий который учитывается экспертами как во всем мире так и сейчас в россии это количество студентов которые поступают в тот или иной вуз на платное обучение это называется я голосую рублями и на или ногами получается на вот 55 процентов студентов институте психологии образования учатся на контрактной основе конечно хотелось бы чтобы их было меньше чтобы было бы больше бюджетных мест которые мы получали бы от министерства образования и науки российской федерации потому что доступ к образованию должен быть более таким простым да но тем не менее они выбирают именно наш институт и бывает даже удивительно видеть когда ты видишь я назвал средний наш балл 74 когда ты видишь условно говоря там 60 там 8 5 баллами например абитуриенты которые к нам не попадает на бюджет но может поступить там близлежащие пузы с этими баллами спокойно может пройти получается да идут да он все равно выбирает платное обучение поэтому я не преувеличиваю то что 55 процентов студентов учиться платно да то есть они значит выбирают качество образования которые у нас есть выбирают на жуз это самое лучшее подтверждение тому что мы на правильном пути и что рейтинги все-таки имеют тоже положительное свойство а и Редактор субтитров А.Семкин